Здравствуйте! В эфире программа «Время новостей». Как и обычно в этом выпуске, только самые интересные и важные темы дня. Мы устанавливаем очень высокую планку и мы говорим о том, какими путями мы можем достигнуть поставленных целей. Изменение подхода к образованию и воспитания профессионалов. В Крыму думают, как сделать медиасферу лучше. Мы всецело постараемся помочь, повлиять на изменения данной ситуации, чтобы люди с ограниченной мобильностью могли беспрепятственно получать все услуги, которые им нужны. Забота о каждом. В Крымском штабе Общероссийского народного фронта обсудили проблему доступности административных зданий для людей с ограниченными физическими возможностями. Минимальное наказание взыскания за такое нарушение составляет 30 тысяч рублей. То есть это является прямым пополнением бюджета города Симферополя. Пьянству бой. На полуострове проходят антиалкогольные рейды. Продлить переходный период до 1 января 2016 года решили в совете министров Крыма. Соответствующее обращение на имя президента Владимира Путина подписал глава республики Сергей Аксенов. Просьба о продлении переходного периода обусловлена тем, что вопросы, связанные с интеграцией Крыма в финансовую, юридическую и банковскую систему России, несмотря на усилия власти республики, решены далеко не так. С учетом того, что нам идут на встречу по многим еще вопросам, то я считаю, что мы должны поддержать нашу просьбу. Тем более мы четко перед собой тоже ставим задачи, что мы реально понимаем, что 1 января 2016 года будет уже тоже завтра. Поэтому у нас нет времени, чтобы разбежаться и сидеть сложа руки. Несмотря на то, что мы просим продлить переходный период, мы все равно продолжаем работу над разрешением всех вопросов и проблем, которые перед нами стоят. Чтобы снизить зависимость от воды Северокрымского канала, в Восточном Крыму делают все возможное. Республиканская власть приступила к строительству трех новых водозаборов. Стоимость каждого из них – 250 миллионов рублей. На каком этапе сейчас находятся строительные работы, узнавали наши корреспонденты. Наша задача сегодня – вот эти водозаборы Просторненский, Нежинский, Новогригорьевский. В первую очередь пробурить по 12 скважин на каждом водозаборе. 200 кубических метров в сотке мы получаем. Год – это, соответственно, порядка 70 миллионов дополнительно Восточный Крым получит воды. Качество воды после тщательных проверок эксперты оценили как отличное. Чтобы в будущем добываемый ресурс был максимально защищен от антропогенного воздействия, проход на территорию водозаборов будет строго ограничен. Из-за того, что вода питьевая, необходимо по проекту обеспечить санитарно-защитную зону. Вся территория водозаборов, порядка 30 гектаров по площади, занимаемая, огораживается бетонным заговором и делается благоустройство территории. Крымские власти акцентируют – республика должна быть максимально свободной от воздействия и манипуляций украинских политиков. Поэтому, независимо от того, пустят или нет воду по Северокрымскому каналу, ее должно хватить. Выполнены работы по бурению шести скважин. Уже общий процент выполнения – 70%. По этому водозабору, если вы видели, уже скважины стоят на прокачке, то есть пошла чистая вода питьевая. Скважина одна уже работает, вода идет, и на подходе уже еще шесть скважин на этом водозаборе. Мы не должны зависеть от психологического состояния украинских властей, от неустойчивого настроения ихнего и должны иметь резерв воды, потому что это не только экономическая, но и, наверное, политическая безопасность. Три водозабора обойдутся в 750 миллионов рублей. Их соединит водопровод, ведущий к Керчи. Делается переливное сооружение плотины, которое не даст возможность при больших паводках, которые мы наблюдаем по реке Биюк-Карасу, сделать противопаводковые мероприятия, которые не дадут возможности подтапливать населенные пункты. Строительство всех сооружений идет по плану, а в полную силу станции заработают уже к лету 2015 года. Дмитрий Попов, Время новостей, Нижнегорский район. Более 10 тысяч тонн продуктов, возимых на территорию Крыма с нарушением карантинных правил, вернули обратно на Украину. Это результат большой работы сотрудников Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в республике. Какова ситуация с продукцией на полуострове, знает Екатерина Наумова. Одним из главных признаков того, что часть возимой продукции из Украины сомнительного происхождения – отсутствие фитосанитарных сертификатов и какой-либо сопроводительной документации. Таких фур, которые за последние семь месяцев пытались пересечь границу, было немало. Общий объем некачественной продукции составил более 10 тысяч тонн. Более того, среди товаров, особенно в картофеле и кукурузе, были обнаружены опасные для крымского урожая паразиты. Для того, чтобы предотвратить заражение, продукцию вернули владельцам грузов. По словам руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сейчас в Крыму предстоит большая работа. Ведь за 23 года на полуострове вся работа велась, как говорится, со спущенными рукавами. Конечно, многие грузы следует уничтожать. Но пока мы их возвращаем, учитывая то, что соответствующего, будем говорить, механизма здесь еще нами не отработано. Хотя во многих местах, где мы сегодня, вот вы можете интернет посмотреть, где работает наша организация, в первую очередь, когда есть причины, то идет уничтожение грузов. То есть, в первую очередь, когда груз без документов. Но я вам скажу, что у меня складывается такое впечатление, что наши коллеги украинские, они как-то к этому относились и относятся сейчас очень поверхностно. Еще один из немаловажных вопросов – возрождение крупных лабораторий по проверке качества продукции. На полуострове планируют создать филиал Института защиты животных. При нем будет работать лаборатория по пищевой безопасности с самым современным оборудованием. Пока идут ремонтные работы по восстановлению старых помещений. В Комсомольске заканчиваются ремонтные работы. Уже, насколько я понял, сделаны предоплаты за оборудование, торговлящее оборудование, порядка 35 миллионов рублей на 100 в ближайшее время за работой. И на Личука тоже, если вы проезжаете по обездной, в районе Поворота-Нагрузовского, обратите внимание, с правой стороны прекрасное здание, реконструируется ограждение уже установленное, и также будет насыщено последним новейшим оборудованием для того, чтобы выявлять те вредные вещества, которые вредят здоровью наших крымчан. Помимо ввозимой продукции на полуострове проверяют и местную. Уже проведены анализы на 17 крупных предприятиях. В результате более 150 тонн свинины, 19 тонн говядины, 630 тысяч куриных яиц вызвали подозрения. Они отправлены на хранение для дальнейшей проверки. Екатерина Наумова, Олег Черемисин, Время новостей. Крым в этом году превысил ожидаемые экспертами показатели потока туристов по состоянию на 14 ноября почти на 300 тысяч человек. Поступление в республиканский бюджет от субъектов туристической отрасли составили свыше миллиарда рублей, а общий доход от всех предприятий данной сферы пока насчитывает свыше 80 миллиардов рублей. Эти данные, а также последнюю информацию по состоянию крымского санаторно-курортного комплекса обсудили на заседании Госсовета республики. Подводить итог к курортному сезону в Крыму пока еще не время, считает первый заместитель министра курортов и туризма республики Игорь Котляр. Так как, несмотря на грядущую зиму, в Крым продолжают пребывать туристы, по большей части, с материковой России. Но если статистику по количеству приезжих граждан составить относительно просто, то посчитать, как много рублей они оставили на полуострове, немного сложнее. Мы умышленно, понимая то, что сезон на сегодняшний день еще не закончен, мы умышленно вопрос сформулировали таким образом о ходе курортного сезона, как говорил уже Алексей Юрьевич, потому что итоги этого сезона мы будем подводить по окончанию календарного года. Основные проблемы, волнующие профильное министерство, можно перечислить на пальцах одной руки. Но именно они являются самым ощутимым препятствием к достижению высокого результата. Конечно же, мы все понимали, что основной проблемой, и это на самом деле так и стало, станет отсутствие транспортной логистики. И в новых условиях совершенно по-другому, то есть произошли структурные изменения транспортных потоков. То есть по железнодорожному, по паромной переправе, по авиасообщению у нас были совершенно другие показатели. 41% прибыло железнодорожным транспортом, 31% паромной переправой, и 28% туристов прибыло через аэропорт города Симферополя. Эти цифры могли быть и значительно больше. Украинский фактор пагубно сказался на пассажиропотоке Крымской железной дороги. Еще не все курортные предприятия получили статус и свидетельство объектов санаторно-курортного комплекса. Но в остальном промежуточный результат неплох. Председатель профильной комиссии Госсовета Алексей Черняк со своей стороны также выдвинул ряд конструктивных предложений. У нас новогодние праздники, хоть это уже будет сезон следующего года, но 11 дней новогодних праздников вот такую возможность выпускать нельзя. Министерство курортов и туризма Республики Крым активизирует работу по вопросам классификации и сертификации объектов. Для них самое главное – это официальное лицо, это официальный объект. Поэтому вопросы безопасности и качества у российского туристов первоочередные. Относительно свежая практика закрепления крымских здравниц, не дотягивающих до нужного уровня, за крупными госорганизациями и промышленными предприятиями России отлично подойдет в качестве превентивной меры, уверен Алексей Черняк. Уже сегодня многие пансионаты, гостиницы и санатории закреплены за такими гигантами, как Министерство образования и Минздрав России, предприятия Норильский Никель, Сургутнефтегаз и прочие. Егор Петрунин, Время новостей. Проведение поисковых работ и проект создания Республиканского мемориала обсудили в сайте министров. Там прошло первое заседание рабочей группы по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Подробнее о вопросах и принятых решениях смотрите далее. На Крымской земле погибли сотни тысяч солдат, яростно сражавшихся за свое Отечество. Многие места их смерти до сих пор неизвестны. В Украине поисковым работам должного внимания никто не уделял. Люди трудились на добровольных началах. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Для этого в республике создали специальную рабочую группу во главе с заместителем председателя Совета министров Крыма Ларисой Апанасюк. Поисковикам теперь будет уделяться соответствующее внимание и обеспечено хорошее финансирование. «Не было какой-то системы, системной работы. Но для каждого из нас совершенно очевидно, что вопросы поисковых, вопросы установления правды, вопросы установления истины, они имеют первостепенное значение». Теперь все должны работать на совесть. Тем более, скоро наша страна будет отмечать 70-ю годовщину Великой Победы. И о результатах необходимо будет доложить уже в канун 9 мая. У поисковиков времени мало, но желания делать правое дело у них не отнять. «В Российской Федерации существует закон по отношению к наградам, во-первых, и к памятникам, и к наградам из драгоценных металлов. Эти вещи должны в течение достаточно короткого срока передаваться в музейные учреждения. Нужно обязать поисковых год делать это». Также на заседании обсудили вопрос создания республиканского мемориала «Жертв Великой Отечественной войны», чтобы молодежь видела имена своих героев и никогда не забывала своих великих предков. Артем Артеменко, Сергей Козырь. Время новостей. «Чтобы воспитать высокопрофессиональные кадры, нужно полностью изменить подход к образованию. Речь идет о крымских специалистах медиасферы. Журналисты, режиссеры или телеоператор становятся профессионалами на практике, а не при заучивании набора правил. Хотя и теория имеет далеко не последнее значение». Таврический национальный университет имени Вернацкого, а в будущем Крымский федеральный вуз, это единственная в республике база подготовки журналистов. Однако корреспонденты это далеко не единственные специалисты медиасферы. Речь идет обо всем персонале средств массовой информации от фотографов и телеоператоров до режиссеров и постановщиков. И вот такие кадры на полуострове нигде не выпускают. Сейчас Министерство внешней политики информации и связи ставит вопрос ребром. В Крыму должна появиться образовательная база подготовки сотрудников медиа всех профилей. И второй вопрос. Кроме того, что список специальностей для СМИ планируют расширить, так еще и качество образования собираются повысить в разы. Уровень российских СМИ значительно выше тех, к которым за предыдущие годы привыкли крымчане. «Мы устанавливаем очень высокую планку и мы говорим о том, какими путями мы можем достигнуть вот тех поставленных целей. Мы понимаем, что это невозможно без плотного сотрудничества практиков и теоретиков, без плотного взаимодействия нашего министерства средств массовой информации не только государственных, но и всех в целом в Крыму и профильного образовательного учреждения, каким сегодня является Крымский федеральный университет». Чтобы наметить дорожную карту развития медиасферы на полуострове, профильное министерство сейчас взялось за плотную совместную работу с преподавательским составом Таврического национального университета. Очередное плановое совещание в Совете министров прошло с деканом факультета славянской филологии и журналистики этого вуза. За больше, чем час беседы было достигнуто полное понимание. «Мы прекрасно понимаем, что образовательная журналистика имеет свою специфику. И эта специфика связана не только с выполнением учебного плана, который обозначен, не только с теми стандартами, которые существуют в Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что иногда нужно углубленное изучение каких-то аспектов, профильная подготовка какая-то, может быть, специальная подготовка». Как подтверждение своих намерений правительство планирует подписать СТНУ, который в будущем станет федеральным вузом, договор о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для медиа. Что же касается практической базы, то параллельно с теоретической частью студенты смогут проходить учебную практику в самых крупных СМИ полуострова на телеканале «Первый Крымский» и в агентстве «Крыминформ». А в дальнейшем планируется сотрудничество с центральными каналами России. Игорь Смирнов, Игорь Романенко. Время новостей. По поручению министра связи и массовых коммуникаций России в Екатеринбурге прошло Всероссийское совещание региональной СМИ на пути к успеху. В нем приняли участие представители печатных масс-меди и телекомпаний из многих регионов России, обсуждали проблематику местных СМИ и варианты решения насущных вопросов. Среди участников была делегация телерадиокомпании «Крым». Лично мне удалось познакомиться и завязать дружеские отношения с представителями областного телевидения в Свердловской области, с представителями республиканского телевидения Республики Башкортостан. И я надеюсь, что эти отношения выльются в дальнейший обмен опытом сотрудничества. И они к нам прибудут с визитом, и мы к ним в режиме мастер-классов. В следующем году местом проведения этого форума выбрана «Наша республика», крымские журналисты смогут получить представление о работе своих коллег из других регионов. И мы выступили с инициативой, чтобы в следующем году такое совещание прошло в Крыму. Считаем, что это абсолютно обоснованная инициатива. На сегодняшний момент Крым притягивает взгляд всех средств массовой информации, в том числе региональных. Крым на сегодняшний момент становится открытой и одной из самых важных информационных площадок на территории Российской Федерации. Более того, мы уже на сегодняшний момент добились значительных успехов в развитии собственных региональных средств массовой информации. Есть ли у людей с ограниченными физическими возможностями трудности с доступом в административные учреждения в Крыму? Этот и другие вопросы обсудили в Республиканском штабе Общероссийского народного фронта. Общественники и представители власти определили главные причины, по которым реализовать права маломобильной группы граждан пока не получается. Система доступности административных зданий для людей с ограниченными возможностями в Крыму стоит уже давно. Также долго все рассуждают о важности её решения. Но дальше разговоров дело пока не пошло. Наша задача сегодня насколько это можно представить проблемы и обсудить вот эти фундаментальные проблемы маломобильных граждан и людей с ограниченными физическими возможностями. Почему фундаментальные? Потому что одно из фундаментальных прав человека вообще это право на передвижение. А мешает решению вопросов множество факторов. К примеру, менять что-то в памятниках архитектуры, где зачастую расположены различные административные центры и органы власти просто нельзя. Иногда этому препятствует само расположение здания. Но и немаловажным фактором является то, что порой многие помещения даже не принадлежат структуре, которая там находится. Мы же в свою очередь тоже не можем пока ничего сделать. Почему? Потому что у нас ещё не определено со зданиями. Если у нас 27 территориальных подразделений, то все эти здания, которые мы занимаем на сегодняшний день, они нам не принадлежат. Нам ещё до сегодняшнего дня они не переданы. Ситуация не из простых, но подобные проблемы решаемы. Нужно время, старание и воля. Представители Общероссийского народного фронта в свою очередь обещают помочь. Уже готовят обращение в соответствующие инстанции. Общероссийский народный фронт мы всецело постараемся помочь, повлиять на изменения данной ситуации, чтобы люди с ограниченной мобильностью могли беспрепятственно получать все услуги, которые им нужны. Как в судах, так и в федеральной миграционной службе, МВД, органы власти, юстиции. Всё, где могут понадобиться им услуги. И особенно там, конечно, где они не могут попасть на данный момент в эти здания. Эдуард Здоров, Виталий Попачи, Александр Волконский. Время новостей. Проверяй и только потом продавай. Теперь такому правилу будут следовать все продавцы магазинов, торговых точек и супермаркетов при виде молодых людей, желающих купить спиртной напиток. Уже несколько недель активисты молодой гвардии «Единой России» проводят рейды, в ходе которых так называемые агенты под прикрытием выявляют нечистых на руку продавцов. Вот так продавец торговой точки нарушила статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно продаже спиртных напитков несовершеннолетнему. В погоне за выручкой или просто по халатности продавцы, как показывает практика, почти никогда не требуют у потенциального покупателя документ, удостоверяющий возраст. Мы зашли, я выбрал в течение минуты, подошел на кассу, мне пробили без проблем. Без какого-то предъявления паспорта даже не было вопросов предъявите паспорт как положено по закону Российской Федерации. Я понимаю, что я не права, что я не проверила у него паспорт. До этого вот был мальчик, я наоборот с ним ругалась, я ему не продала, потому что у него нет паспорта. И тут и обзывают, что хочешь делать. По итогу на продавца был составлен административный протокол, фиксирующий нарушения. Теперь ей грозит штраф от 30 тысяч рублей. Это еще один магазин на улице Пушкина. И снова провокация удалась. В качестве оправдания продавец рассказал о внешнем виде агента, который и не дал усомниться в возрасте. Когда девушка в хорошей шубе, в накрашенном лице приходит продавцу, не вызывая сомнений о том, что ей больше, чем 16, не усомнился продавец. Он видит перед собой картинку, которая, соответственно, показывает нам о том, что ей больше. А вот продавца из третьего магазина внешний вид девушек не сбил с толку. Тайные покупатели получили отказ в покупке алкоголя. Екатерина Ивановна отмечает, несовершеннолетние часто заходят в магазин купить что-нибудь погорячее, но уходят ни с чем. Часто. Ну, документы просто проверяют. Если нет, конечно, не продают. Ну, очень много подходит. А молодежь сейчас такая, что не разберешь, конечно. Подобные рейды молодогвардейцы проводят и в других городах Крыма. Они отмечают, что уже сейчас видны результаты, и они положительные. Во время последнего рейда в Ялте было проверено 11 продуктовых магазинов. И ни в одном во время контрольной закупки алкоголь не был продан. Данный проект он представлен по всему Крыму. Есть определенные результаты. Это непосредственно работают у нас уже Симферополь, Алушта, Ялта, Керчь, Красногвардейская и другие непосредственно города, поселки, села Республики Крым. Агентов в Симферопольском отделении уже порядка 30 человек. Непосредственно это лица, как правило, от 15 и до 28-29 лет. Цель рейда в том, чтобы и другие продавцы не нарушали законы Российской Федерации. А пока организаторы и дальше будут проводить подобные акции. В ходе данной акции было составлено два протокола. Минимальное наказание взыскания за такое нарушение составляет 30 тысяч рублей. То есть это является прямым пополнением бюджета города Симферополя. Ну и плюс то есть продавцы извлекли уроки, что нельзя продавать алкоголь лицам, не достигших 18 лет. Тем самым это отразится на безопасности нашего города, на безопасности граждан. Инициатива молодежи по проведению антиалкогольных мероприятий активно поддерживает депутатский корпус Государственного Совета Республики Крым. На республиканском уровне они разрабатывают и принимают законы, направленные на улучшение сложившейся ситуации. Сегодня мы уже как депутатский корпус Республики Крым приняли закон о запрете продажи алкоголя с 11 вечера до 9 утра. Эту ситуацию мы тоже обязательно промониторим, потому что мы знаем, что и такие нарушения продолжаются. Думаю, в продолжение наших рейдов мы такую работу тоже будем вести. И сегодня, вчера, на Совете молодых депутатов, который создан Республике Крым, я как депутат уже выступил с инициативой о запрете алкоэнергетиков в Республике Крым и курительных смесей в Республике Крым. А ведь многие не знают, что это также карается административным штрафом. Об этом даже не могли подумать три подруги, которые решили уединиться в парке на лавочке, чтобы отметить свой праздник. С приходом полиции небольшая вечеринка перешла в серьезный диалог с правоохранителями. Мы гуляли, решили зайти в парк, остановились, отметили замужество подруги. И вот так вот, не подумавши, совершили такую ситуацию. Мы осознали свою ошибку, мы поняли, что так делать нельзя и больше такого не повторится. Выявленные факты продажи алкоголя несовершеннолетним и распития в общественных местах показывают, подобные рейды востребованы и будут проводиться до тех пор, пока горожане не начнут соблюдать закон. Ольга Савенко, Игорь Романенков, Андрей Лебедев, Время новостей. Классика в плакатах. Союз дизайнеров России представил на суд севастопольцев необычную выставку. Работы посвящены 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова и 120-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Плакаты, которые представлены на экспозиции, прошли строгий отбор. Из более чем 300 работ на выставку попали всего несколько десятков. Экспрессивно-хлёстко-метафорично строки стихов Маяковского отразились на плакатах, представленных в экспозиции. Чёткие линии изображений словно подчёркивают особый стиль поэта. Мне нравится его композиция внутри стихов, внутри поэзии. И он… Это всё не просто так, это так была задумана, это была такая конструкция, это была такая эпоха. Вот. И стихи, они… его поэзия, она плакатная. И поэтому вот с ней можно работать. Лёд и пламень сошлись в одном зале Лермонтов и Маяковский. Первый изображён в тёплых тонах, цветах и даже со следами поцелуя. А второй – в роли панка. Осовременить классиков непросто, но возможно. Даже фамилия Лермонтов здесь написана на современный лад. Плакат, он всегда в авангарде. Он всегда… Ну, как-то он нас волнует, да, вот когда какие-то серьёзные кризисные ситуации в обществе. Всегда есть плакат. Помните, да, «Родина, мать», ты записался добровольцем. Вот я считаю, что вот плакат, он всегда на передовой. Передовой не значит скопированный с европейских плакатов и адаптированный к российской реальности и классике. Есть масса тем для подобного вида творчества. У нас может быть свой язык и можно использовать и наш алфавит, который все очень боятся, потому что там много проблем пластических, но там очень много скрытых, интересных вещей, которые может дизайнер использовать. Надо внимательно просто относиться и к нашему наследию. У нас такое есть эпоха конструктивизма. Ну, собственно, чем пользуется Европа? Просто они подхватили эту идею и начали делать дальше, развивать дизайн. Историю российской культуры на языке графического дизайна можно увидеть до 23 ноября в Севастопольском Центре культуры и искусств. Светлана Иванова, Время новостей, Севастополь. Более 100 сильнейших людей Крым определяли победителя в чемпионате по жиму штанги лёжа, который прошёл в Симферополе. Несмотря на республиканский статус соревнований, показаны результаты на уровне чемпионата России. В споре самых сильных разбирались наши корреспонденты. Таких блинов на штангу крымчанина Евгения Менесенко ассистентам турнира пришлось вешать много. Несмотря на то, что к этому соревнованию он не готовился как к самому ответственному в жизни, свой лучший результат он показал именно здесь. Для сравнения, до этого его рекордом были 210 килограммов. Сейчас же, при своём весе в 90, он пожал ни много ни мало 217 килограммов. Ну, как бы объяснить не знаю, как объяснить. Планировал я 215, я пожаловать планировал. То есть я рассчитывал, что я на это пожму. Ну, пошёл на рекорд, получилось. Но считаю, что туго, мне тяжело было. Этот чемпионат проходил в двух видах. В классическом соревновательном жиме на раз и экстремальном на количество повторений с фиксированным весом. В целом же турнир стал достойным завершением сезона для крымских силачей. Теперь у них на полтора месяца раньше, чем у всех остальных граждан страны, уже наступает новогодний отпуск. Тем не менее, горячее обещает быть весна. Там будет череда и республиканских, и всероссийских соревнований. Так, к примеру, Национальная ассоциация пауэрлифтинга уже вышла на Крымскую с предложением провести чемпионат России именно в республике. Предложение заманчивое, но чтобы реализовать его на практике, предстоит сделать еще много работы, с которой Федерация пауэрлифтинга Крыма в одиночку не справится. Нам нужна помощь. Если бы наши власти обратили внимание на пауэрлифтинг, помогли нам провести чемпионат России, это было бы большое подспорье, это был бы большой стимул, толчок к развитию этого вида спорта у нас в Крыму. Ну а в 2015 год, безусловно, будут спортсмены ездить на Россию. Это прежде всего Сочи, Кубок мира будет. Я думаю, где-то он, как всегда, традиционно в мае проходит. Это тот турнир, который ехать недалеко. Не очень дорого, довольно бюджетно в этом году наши ребята ехали. Мы в следующем году, наверное, туда поедем. Ну а что дальше? Ну я думаю, еще рановато говорить. Строить будем планы, безусловно, на 2015 год. Ну пока определенно, вот кроме Сочи, наверное, не знаю. Больше ничего не скажу. Таким образом, у наших силачей новогоднее пожелание практичное. В новом году обзавестись спонсорской помощью и обратить внимание власть имущих на свои проблемы. Отблагодарят, как умеют, медалями. Валерия Назирян, Александр Смычек, Время новостей. И пока это все новости к данному часу, но мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова